Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Визитная карточка Самары, площадь Куйбышева. Капитальный ремонт выполнен на 70%. Уже укладывают верхний слой асфальта. Активная работа ведется на всей площади и в скверах. Меняется ограждение, обустраивается газон. Ремонт идет по федеральной программе, которую утвердил президент России и поручил следить за исполнением во всех округах. Есть поручение полпреда президента в Приволжском федеральном округе, который определил задачу, чтобы все средства, которые были выделены на проект «Комфортная городская среда», были выделены по назначению, исключительно по целевому назначению. Одно из главных условий федеральной программы по благоустройству – активная совместная работа с жителями. Они решают, что именно нужно сделать и контролируют работы на всех этапах. Нам представили сметы, проекты. Рассказали, какой объем работы здесь предстоит сделать. Вместе с представителями горзолинфоза обошли каждый скверик. В этом году в Самаре по программе «Комфортная городская среда» отремонтируют 196 дворов и несколько крупных общественных зон. В Струковском саду сейчас укладывают плитку, обустраивают лестничные спуски. Эти ступеньки уже прошли тест-драйв у общественников, которые внесли свои замечания, и работа продолжилась с учетом мнения жителей. Я полагаю, что вам тоже интересно, чтобы работы были выполнены с высоким качеством. Да, вот срок, и потом посмотрим на результат. Конечно, мы будем с терпением ждать открытия опять Струковского парка заново, чтобы здесь пройти и могли здесь наши гулять. По дворе улиц Галактионовской и Самарской идет ремонт внутреннего проезда. К чемпионату приводят в порядок и фасад. И только в одном вопросе жители не могут прийти к согласию. Где разместить спортивную площадку, а где должны стоять мусорные контейнеры? В основном все жильцы нашего дома и рядом все возражают только вот этот дом за свою площадку. В этом весь спор. Я так думаю, что мы его решим. Я думаю, что компромисс будет найден. Для решения вопроса федеральный инспектор посоветовал жителям еще раз провести общее собрание с участием главы района, чтобы найти компромисс и успешно завершить ремонт двора по федеральной программе, которая в Самаре выполняется по всем условиям, подытожил Сергей Чабан. Согласование с общественностью есть. Соответственно, не только есть, но и общественность привлекается и участвует в проверке качества выполняемых работ. Вот за это я признателен. Я думаю, что в ближайшее время мы сформируем четкий план и в соответствии с этим планом мы будем проводить работу. Мы стараемся выполнять все те задачи, которые на нас возлагает руководство страны, руководство региона. И сомнений в том, что мы с чем-то не справимся, у нас абсолютно нет. Должен сказать, что губернатор области Николай Меркушкин очень внимательно реагирует на ход ремонтов. Мы понимаем ответственность, которая у нас перед горожанами, перед руководством страны. Поэтому никто никого, безусловно, не подведет. Контроль на всех объектах федеральной программы продолжится. Федеральный инспектор поручил проводить еженедельный мониторинг. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Реставрация фабрики кухни в Самаре возобновится в начале октября. Об этом заявил руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Владимир Филипенко. Летом работы не велись. Это связано с тем, что в первоначальном проекте ремонта не учитывалось состояние одной из конструкций. Процесс затянулся, и за это подрядчику грозит штраф. Архитекторы опасаются, что частично разобранные конструкции зданий не выдержат осенней и зимней непогоды. При этом подрядчики потратили уже 70 миллионов рублей. В пределах 70 миллионов освоено на этом объекте. К сожалению, все летние месяцы с июня по в настоящее время работы не проводились. В задачах производства и завершения работ на этом объекте сумма определилась. В документацию внесены изменения. В настоящее время эта документация находится на согласовании в государственной экспертизе. И предполагается, что в ближайшие 10-12 дней эти работы наконец начнутся выполняться. Всего под охраной в Самаре сейчас находится 4250 объектов культурного наследия. На реставрацию некоторых из них впервые выделена рекордная сумма – более 2,5 миллиардов рублей. Сейчас по федеральной программе в Самаре финансируется 6 объектов, в том числе возобновленные работы по Куйбышево-104. Строительные леса с памятника архитектуры должны снять к 2018 году. Будет тепло. Вне зависимости от прогнозов синоптиков, коммунальщики обещают – в домах самарцев батареи заработают срок. По всему городу заканчивается перекладка труб, а в Красноклинском районе, в поселке Управленческий, для жителей шести домов построили свою собственную котельную. Готова ли она к отопительному сезону, проверил первый замглавы – Владимир Василенко. В коммунальный рейд отправилась и Марианна Мирная. Как и положено, на новое место первым запускают кота. Котельная в поселке Управленческий полностью готова к работе. Остались технические вопросы, смена зонирования и подготовка исполнительной документации. Я еще раз говорю, это чисто технические вопросы. Пробный пуск газа на сухую у нас будет на следующей неделе. Вызываем инспектора Ростехнадзора. Я думаю, что сделав, сделав врезку в газ до 1 октября, в принципе, при объявлении отопительного сезона мы включим. А здесь, на Алматинске, уже четвертый месяц идет перевооружение теплотрассы. 500 метров трубы были изношены. Закончить перекладку должны в ближайшую неделю, после чего участок отдадут под благоустройство. Все старые трубы сдемонтированы. Проложены новые бетонные основания, выстроены новые каналы. Прокладываются новые трубы в ППУ-изоляции. Срок гарантии у которых производитель дает 50 лет. Как только закончат монтаж труб, их можно будет выводить в эксплуатацию. В целом, в Самаре все участки, которые еще летом вызывали опасения, на сегодняшний день практически готовы, чтобы в каждом самарском доме к началу отопительного сезона было тепло. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. На стадион Самара-Арена с проверкой приедет делегация FIFA, сообщает ТАСС. Основной целью визита делегации, которую возглавит генеральный директор Оргкомитета России 2018 Алексей Сорокин и директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит, станет обсуждение операционной деятельности стадионов во время чемпионата мира. В Самару ревизоры должны приехать в следующий четверг, 28 сентября. Уже со следующей недели на три дня ограничат движение трамваев по улице Ташкентской. Это связано с установкой нового оборудования на пересечении с Московским шоссе, автоматической стрелки чешского производства. С помощью него вагоны с Ташкентской будут выворачивать на новую ветку. Ее прокладывают вдоль Московского шоссе. По ней трамваи будут следовать до стадиона Самара-Арена. В департаменте градостроительства рассказали, что по новой ветке смогут ходить новые трехсекционные трамваи. Девочку-подростка, получившую травму при игре в волейбол, спасатели эвакуировали с острова Зелененький. И 13-летней девочки поставили диагноз – сотрясение мозга. Во время игры ей попали мечом по голове. Состояние пострадавшей значительно ухудшилось. Девочка периодически теряла сознание. Спасательный катер забрал ребенка с острова и передал медикам. В пятницу самарские водители смогут ездить на общественном транспорте бесплатно. 22 сентября во всем мире отмечается День без автомобиля. Впервые такая акция состоялась в 1998 году во Франции. Сегодня к движению официально присоединяются тысячи городов мира, традиционно в их числе и Самара. Все муниципальные перевозчики позволят автомобилистам пользоваться городским общественным транспортом бесплатно. Для этого кондуктору надо будет показать водительские права. Так можно будет ездить на метро, трамваях, троллейбусах и автобусах. Вода в Волге прогрелась до рекордных значений. Температура воды у Самары составила около 19 градусов и превысила максимальное значение почти на градус. Между тем, в ночь на 22 сентября в Самарской области ожидаются заморозки. Температура воздуха составит 2-7 градуса, а на севере региона синоптики прогнозируют заморозки на почве до минус 1. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов. Ветер северо-восточный 18-13 метров в секунду без осадков. Трех должников выявили сотрудники транспортной полиции и управления судебных приставов на Самарском вокзале. Акция «Узнай о своих долгах» прошла в зале ожиданий. 100 тысяч рублей задолжали на троих самые злостные неплательщики из тех, что удалось задержать. Это и просроченные кредиты, и взыскания, и исполнительные сборы. На наличие долгов проверили почти 30 человек. Некоторые проштрафили сразу по нескольким пунктам. Нарушителем можно стать и во время поездки. На вокзалах и в аэропортах можно получить штраф за курение и распитие спиртного, а также за появление в пьяном виде. Любые задолженности, предупреждают полицейские, необходимо оплачивать своевременно. Граждане должны оплатить наложенные на них административные штрафы в течение 60 дней после вступления в силу постановления об административном правонарушении. Неисполнение граждан данной обязанности влечет максимальное наказание до 15 суток ареста. В Самаре становится меньше безработных. На учете в центре занятости официально стоят 3,5 тысячи человек. Это на треть меньше, чем в прошлом году. В базе вакансий сейчас порядка 25 тысяч рабочих мест. Рост к прошлогоднему показателю 15%. Причем все чаще работодатели предлагают места с оплатой выше прожиточного минимума. По-прежнему больше всего востребованы представители пролетариата. Для слесарей, сантехников, строителей и водителей работа есть всегда. А вот юристам и экономистам сложнее покинуть биржу труда. Также среди самых востребованных остается сфера обслуживания. В Самаре действительно это развито и будет развиваться то, что связано с ресторанным бизнесом, с гостиничным бизнесом, с обслуживанием. Это, безусловно, связано, конечно, и с чемпионатом, но это все продлится и после чемпионата, потому что Самара становится туристически привлекательной. Кто он – лучший студент года? Традиционно этот вопрос решается в Самаре состязанием. Претенденты на это почетное звание уже прошли предварительный отбор, теперь начался очный этап конкурса. Студенты презентуют себя перед жюри, чтобы пройти дальше. Чем юные таланты будут удивлять, узнала Мариана Мирная. У вас не двоится в глазах. В эфире действительно студент Александр Балабанов берет интервью у Александра Балабанова. Будущий учитель начальных классов к самопрезентации подошел творчески и записал видеоролик, в котором рассказал о своей волонтерской работе. Я вижу в Инстаграме, ВКонтакте фотографии, которые исчезают, где-то есть молодежь с сигаретами, где-нибудь с алкоголем, сфотографированы. Они исчезают. Это как бы первая реакция. Вторая реакция – человек поистине, который хочет быть таким же волонтером, как и я, и остальные равняться на других, быть волонтером своего города. Он заинтересовывается в этом. Он звонит мне или пишет. Хочет прийти в наше молодежное объединение, вместе с нами начинать проводить такие тренинги. Участвовать в конкурсе «Студент года-2017» Александру посоветовали друзья и педагоги. Таких, как он, в этом году перспективных и талантливых оказалось 426. Именно столько заявок было подано со всей области. Оценивать соперников будут 11 членов жюри. Добровольчество – это очень такое направление специфическое, потому что добровольцы, они обычно люди скромные, они умеют помогать, они умеют делать добрые дела, участвовать. Но не всегда они могут как-то, скажем так, представить смело, заявить о себе. Но ребята это делают, им это удается. Конкурс в Самарской области проходит уже в шестой раз. Очный этап соревнования – нововведение прошлого года, которое дало положительные результаты. Так почти 200 участников будут презентовать себя перед жюри. Здесь, на очном этапе, ребята должны уже продемонстрировать в первую очередь свои коммуникативные навыки, умение презентовать себя, что немаловажно, рассказывать о своих достижениях и отвечать на вопросы жюри. И в каждом участнику в обязательном порядке члены жюри задают различные вопросы, чтобы сориентироваться, а может ли претендент не только какую-то свою заученную презентацию рассказывать, но и как он может себя вести в нестандартной ситуации. Две недели уйдет на то, чтобы отсмотреть всех участников второго этапа. После чего судьи выберут до пяти лучших претендентов в 11 номинациях. Они-то и станут финалистами, среди которых в ноябре определят победителя Самарской области. А он, в свою очередь, представит регион на всероссийском этапе конкурса. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Финишная прямая дороги на стадион. На улице Арена 2018 укатывают верхний слой асфальта и ставят фонари. Самый молодой министр обороны и один из двух людей в стране – кавалер 11 орденов Ленина, высшей награды СССР. В списку регалий маршала Дмитрия Устинова добавилась еще одна – почетный гражданин Самары. Первое событие нового заведа и начало года по церковному календарю. Православные христиане отмечают Рождество Богородицы. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам, увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова